Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад вас приветствовать на канале. Сегодня я хотел бы поговорить о пяти компаниях, которые, на мой взгляд, являются хорошей альтернативой банковским депозитам, вложениям в облигации, компаниям, у которых относительно невысокая долговая нагрузка и, в принципе, являются интересными для включения в инвестиционный портфель. Идти мы будем от наименьшей доходности к наибольшей, наиболее интересную перспективную акцию, естественно, назову в конце данного видимого, поэтому обязательно смотрите его до конца. Первая история, которую можно было бы включать в долгосрочный инвестиционный портфель, я бы не говорил, что здесь какие-то привлекательные дивиденды, но, тем не менее, есть определенные очевидные плюсы. Это акция компании «Роснефть». Преимущество, в чем заключается «Роснефть» в том, что наряду с «Лукойлом» это один из, наверное, в настоящий момент интересных компаний в секторе нефтегазовой отрасли российской. Компания предполагает порядка 11% дивидендной доходности в следующие 12 месяцев, плюс потенциал роста у компании составляет порядка 15%. Целевой уровень большинство аналитиков выставляет на уровне 650 рублей за акцию, что предполагает мы на разнице цены зарабатываем порядка 15% плюс 11% дивидендной доходности. Итого у нас получается порядка 25% можно получить на горизонте в 12 месяцев при покупке от текущих значений акции компании «Роснефть». Исторически сложилось таким образом, что «Роснефть» была ориентирована в своих поставках в большинстве своем на восточный регион, то есть это непосредственно Китай. Поэтому те риски, которые мы имеем с санкциями, с ограничениями, с поставками через нефтепроводы, через танкеры в Европу, да, это в меньшей степени касается «Роснефти». И это, наверное, основное преимущество, что есть стабильный покупатель у «Роснефти». Долгосрочные контракты еще в 2014 году были подписаны на поставку нефти в Китай, по которым она, в принципе, и поставляет нефть. Вторая история, о которой хотелось бы сказать, это акции компании «Полюс Золото». Если говорить о преимуществах, во-первых, это золотодобыча. Из всех мировых производителей, наверное, одни самые низкие затраты на добычу тройской унции золота, которая составляет порядка 380 долларов на тройскую унцию. При текущих ценах, там, 200-200 за тройскую унцию, нужно понимать, что порядка 70% рентабельность по EBD у компании составляет. Помимо всего прочего, в 2028 году у компании закончится инвестиционная стадия, будет введено новое месторождение золота в сухом логе. Только сухой лог может увеличить объемы добываемого золота со стороны «Полюса» в два раза. Из недостатков у «Полюса» увеличилась долговая нагрузка, потому что она занималась выкупом акций. Сейчас большая доля казначейских акций находится на счете. И есть вероятность того, что компания погасит казначейские акции. Что значит «погасит казначейские акции»? Что когда компания занимается выкупом акций, собственных акций с рынка, и гасит, это увеличивает акционерную стоимость. Целевая цена, которую сейчас аналитики выставляют по акциям «Полюс золота», составляет порядка 16 тысяч за акцию, при текущих ценах на уровне 12 тысяч рублей за акцию. Что предполагает рост порядка 33%. То есть здесь не учитывается возможное увеличение. Опять-таки до 2028 года все-таки надо будет подождать, но объемы добычи золота могут быть увеличены в два раза. Второе – это некий прокси на доллар. Если вы верите в то, что рубль постепенно будет ослабевать, а доллар будет расти, то покупка золотодобывающей компании с высокой рентабельностью, с низкими издержками, с возможностью увеличения объемов добычи в следующие три года в два раза, по сути, предполагает, что вы как раз-таки на это ставите. Вы ставите прокси А на золото, Б на ослабление рубля. Соответственно, компания по мере реализации инвестиционных проектов все большую часть прибыли будет направлять на выплату дивидендов. Компания увеличивает акционерную стоимость за счет того, что она выкупает собственные акции и гасит эти акции. То есть количество денег и чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, будет увеличиваться. Все это является некими позитивными факторами, которые говорят в пользу покупки акций. Опять же, 33% потенциала роста цены в следующие 12 месяцев. И не забываем, что долгосрочно есть хорошие перспективы для роста. Тогда возникает большой вопрос, верите ли вы в то, что, например, банковские депозиты или облигации вам в следующем году, как минимум, будут зарабатывать в два раза больше. Подумайте над этим и рассмотрите вариант включения в свой инвестиционный портфель акций данной компании. Я назвал две истории, две компании, которые, на мой взгляд, являются интересными для включения в инвестиционный портфель. При этом я могу сказать, что эти акции находятся в портфеле моих детей в рамках проекта «Миллион долларов за 8 долларов в день». И следующие три компании тоже находятся в проекте и уже сейчас несут очень привлекательную дивидендную доходность. Несмотря на всю турбулентность, несмотря на кризис 2020 года ковидный, несмотря на падение рынка, связанного с началом спецоперации и мобилизации, рынок показывает положительную доходность. Вот именно дивиденды, которые генерируют компании, позволяют чувствовать себя стабильно. Узнать, что это за проект, каким образом я формирую портфель для своих детей, чтобы дать им лучшее мировое образование, вы можете узнать на мастер-классе, доступ к которому вы можете получить по ссылке в описании к данному видео. Проходить это абсолютно бесплатно, вы узнаете, каким образом я для своих детей формирую капитал, как я выбираю акции и как лично вы можете минимизировать свое время, силы и средства для того, чтобы иметь стабильный, взвешенный инвестиционный портфель на длительную перспективу, вкладывая всего лишь один час времени в течение года. Следующая компания, которая имеет смысл рассматривать свой инвестиционный портфель, на мой взгляд, в настоящий момент является акция компания «Распадская». Что здесь является факторами для роста? Цены на коксующийся уголь сейчас в мире по-прежнему находятся на высоких значениях. По итогам 2024 года ожидаются в районе 25 долларов за тонну коксующегося угля. Второе. Главной компанией «Распадская» является «Евразгрупп». «Евразгрупп», соответственно, подлежит принудительной редоминцелляции, переезд из Великобритании в дружественную юрисдикцию. И у «Распадской», соответственно, порядка 30 миллиардов рублей денежных средств, которые находятся на расчетном счете, которые в результате реализации переезда материнской компании «Евраз» в Россию может привести к тому, что компания выплатит дивиденды. Я бы не стал 100% рассчитывать. Я бы, опять-таки, говорю еще раз, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это некий такой положительный фактор, который может сказаться на росту цене компании. То есть, если «Распадская» 30 миллиардов рублей выплатит в форме дивидендов, это может привести к тому, что дивидендная доходность по акции компании может превысить 20% годовой. При этом при текущих значениях стоимости акции в 355 рублей цель по акции выставляется на уровень 510 рублей, что предполагает более 40% потенциала роста плюс 20%. Возможная дивидендная доходность при условии, опять-таки, что выплатит «Евразу» материнская компания заберет у себя, ну то есть заберет у дочерней компании вот эту вот денежную позицию, денежную подушку. При этом мы видели в прошлом, что иногда было такое, что «Евраз» забирал эти денежные средства не путем выплаты дивидендов, а путем внутреннего кредитования. Когда дочерняя компания кредитует материнскую компанию, если это будет выдать сейчас займа «Евразу», то дивидендов может и не выплатиться. Это естественный риск. Поэтому я не ставил бы 100% на ожидание выплат дивидендов, но при этом высокие цены на коксующийся уголь, спрос на мировом рынке на это сырье и потенциал роста порядка 33%. Следующая история, которая сейчас не очевидна, которая сейчас многим не нравится, который находится под давлением акции компании «Новотека». «Новотек» мне лично очень сильно нравится и нравится в долгосрочную перспективу. Очень много можно говорить об альтернативной энергетике, об ECG. Тот удар, который в последнее время был нанесен по «Новотеку», «удар» заключается в том, что новый пакет санкций, который ввели ЕС, касается экспорта СПГ российского в Европу, вернее перевалки российского СПГ. То есть в Европу ты поставлять можешь, но перевалку осуществлять не можешь. Ограничения на транспорты, танкеры, которые занимаются перевалкой СПГ, санкции на СПГ-проекты «Новотека» – все это привело к тому, что акции компании подверглись очень существенным распродажам. При этом фундаментально ничего не произошло. У нас развивается «Севморпуть», у нас строятся новые танкеры, один из самых дешевых СПГ. И здесь можно говорить, что «Новотек» при текущих ценах 1100 рублей, аналитики выставляют целевые уровни по акции на уровне 1600, что предполагает рост порядка 45%. Ничего с «Новотеком» в плане бизнеса не произошло. В любом случае найдутся альтернативные источники поставок экспорта сжиженного природного газа, плюс, соответственно, сообщение об «Арктик» СПГ-2 ввод в эксплуатацию, завершение инвестиционной программы и окончательное инвестиционное решение по поводу остальных СПГ-проектов. То есть будет он новый развивать или нет. Выбирать между «Газпромом» и «Новотеком» я бы, наверное, выбрал «Новотек». Компания предполагает потенциал роста порядка 45% и дивидендной доходности при возвращении к выплатам дивидендов порядка 7%. То есть мы получаем совокупную доходность от изменения цены компании плюс дивидендов в районе 52%. Последний фаворит, на мой взгляд, который можно рассмотреть для включения в инвестиционный портфель, это акция компания НЛМК, Новолипецкий медкомбинат. При текущих ценах 175-176 рублей потенциал роста акции целевой уровень составляет порядка 255 рублей, что предполагает рост на изменение цены в районе 45%. Помимо всего прочего, ожидание следующих 12 месяцев, что НЛМК заплатит 100% от свободного денежного потока в районе 29 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность в районе 16,5-17%. То есть вы получаете дивиденды 17%, вы получаете потенциал роста порядка 45%, совокупный доход в следующие 12 месяцев 61%, который можно получить по акциям. Из плюсов, что может быть, как и минусов. С одной стороны, у нас произошло изменение налогообложения и увеличился налог на прибыль, для металлургов в том числе. Но при этом у нас отменяют курсовые пошлины от курсовых разниц. И получается, что это нивелируется. То есть, с одной стороны, компания должна будет платить более высокий налог на прибыль, но так как курсовые пошлины отменяют, то это, в принципе, заложено в цену. То есть, и этот финансовый поток никаким образом не изменит. Дополнительными драйверами для роста акций НЛМК могут являться то, что у компании есть активы в Евросоюзе, у компании есть активы на американском рынке. Сейчас ведутся активные переговоры по поводу продажи этих активов. Непонятно, каким образом это может быть реализовано. Опять-таки, как и с историей, связанной с распадской евразом. Если распадская заплатит свободные деньги евразу, вы получите дополнительную дивидендную доходность. Это некий бонус. То есть, если все будет хорошо, то от продаж европейских и американских активов будет дополнительная прибыль, которая может быть выплачена в форме дивидендов. Но даже не имея этого бонуса, вы можете, соответственно, рассчитывать на дивиденды в районе 29 рублей в следующие 12 месяцев, плюс потенциал роста более 45%. Это то, что можно получить непосредственно в своем инвестиционном портфеле. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Но запрос есть, соответственно, если говорить, называть фаворитов в текущий момент, то 5 я их, соответственно, назвал. Возможно, вы находитесь в рынке и вы считаете, что есть истории, которые обладают не меньшим потенциалом для роста. Обязательно пишите в комментарии в описании к данному видео. Канал уже превращается не просто в информационный, он превращается в сообщество инвесторов, где люди обогащаются. Все равно я не могу обозреть весь рынок. На что-то вы сфокусируйте мое внимание, и мы рассмотрим в следующее видео. Пишите обязательно комментарии, для меня они очень ценные. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!